отличный повод для того чтобы взять девушку за руки это маникюр допустим там вот я или там пальчики когда она спрашивает мне кажется вообще уже ничего никогда не надо спрашивать но в плане того вот когда типа вот каких-то движений там типа можно я тебя возьму за руку можно тебя поцелую можно тебя обниму если такое спрашивается ответ всегда будет нет привет в этом видео ты увидишь отрывок из моей обновленной кинестетики то есть это важнейшая часть на свидании в общении женщиной то есть что происходит когда мужчина идет на свидание с девушкой происходят две вещи либо мужчина трогает это бывает редко но очень неконгруентно неправильно топорно и девушка просто сливается она вынуждена слиться но не потому что она не хочет чтобы ты ее трогал да потому что для нее это не должно выглядит слишком пошло и вульгарно и вторая причиной раз самая распространенная проблема когда мужчина вообще не трогает и не прикасается он и не разрешает себе и он и не умеет не понимает как к девушке прикасаться флирт то есть разговоры о сексуальном каком-то контексте и прикосновение это две ключевых вещи которые нужны тебе для того чтобы женщина стала тебя женщиной женой там в будущем и так далее а не просто твоей какой-то подругой ты сейчас посмотришь этот кусочек если с этим я обновил модуль про киноэстетику тренинг про киноэстетику который ты можешь также приобрести в рамках моей распродажи по смешной просто нереально дешевой цене потому что после распродажи все мои материалы вся система станет дороже в четыре раза так вот есть отдельный модуль киноэстетика если ты все знаешь и умеешь ты можешь просто приобрести отдельный модуль киноэстетика если ты хочешь применять это в В совокупности со всей системой мы включим обновленную кинестетику в систему Шамшурина, распродажа которой с 23 по 26 декабря. Поэтому обязательно успей, а сейчас смотри видос о том, как правильно нужно трогать девушку. Кусочек, вернее, вот такой маленький кусочек из этого модуля о том, как правильно нужно трогать девушку. Ты говоришь, слушай, у тебя офигенский маникюр, у тебя очень классные такие тонкие музыкальные пальцы. Ты это говоришь, не говоришь, можно, ты не против, ты просто говоришь, и это уже повод для того, чтобы взять и посмотреть. То есть ты говоришь, у тебя очень классные такие тонкие музыкальные пальцы, какой-то маникюр с точечками, почему тут там, не знаю, звездочки, луна, по фэншу и не по фэншу. Я бы еще подстебал, сказал, о, скоро нужно делать коррекцию. Сегодня пойду. Отлично, то есть смотри, ты знаешь, что такое коррекция, это уже, наверное, хорошо для женщины, что я знаю, что такое коррекция. Или нет, будь ты проклят, я думал, что ты не заметишь. Да, вот это скорее второй вариант. А второй, ты как бы показываешь, что да, ты не привязан, ты здесь пришел не для того, чтобы только хвалить ее, там, о, богине и так далее, ты такой, о, коррекцию надо сделать. То есть ты не говоришь, что тебе это не понравилось, но ты, типа, оценил или не оценил. Отличный повод взять за руку. Опять же, немножко подержались, если она через какое-то время убирает, пусть убирает. Ты сидишь, пьешь чай, потом, и все-таки твои ногти, они не дают мне покоя. Взял за руку, то есть через какое-то время вы уже будете сидеть, держать девушку за руку. Мне кажется, вообще у женщины ничего никогда не надо спрашивать, ну, в плане того, вот, когда, типа, вот, каких-то движений, там, типа, можно я тебя возьму за руку, можно я тебя поцелую, можно я тебя обниму. Если такое спрашивается, ответ всегда будет нет. Почему? Потому что это уже дебильная ситуация, типа, чувак, что ты меня спрашиваешь вообще? Ну, естественно, я уже ничего не хочу. Почему? Потому что женщина не хочет брать на себя ответственность за близость, потому что ей нужно максимально показаться, что это не она проявила свою инициативу, это надо тебе, а не ей. И куча каких-то, там, страхов, фильтров, там, генных отборов, чего-то еще, которые они даже не могут себе объяснить, ну, вот, а как иначе? То есть, если мужчина спрашивает, нахер тебе мужчина, который спрашивает, да? Она еще проводит параллель с тем, что если мужчина здесь спрашивает, можно или нет, значит, по жизни он будет вместо того, чтобы идти и брать то, что ему принадлежит, ну, в хорошем смысле слова, конечно, не в смысле, там, грабить и... То есть, он идет и говорит, так, с чего я должен спрашивать? То есть, по такой же логике ты решил поставить киоск, а рядом уже есть киоск у конкурентов, то есть, ты что, должен потискать это? Вы не против тут это? Можно я? Конечно, ему скажут нет. То есть, это все равно такая некая параллель с тем, что за мужчина по жизни для женщины, это очень важно. Просто делаешь, у тебя там, как бы, процент того, что это будет успех, и есть. Итак, тренинг по кинестетике, модуль по кинестетике и прикосновениям ты можешь приобрести либо отдельно, как отдельный модуль самостоятельный, либо в рамках моей распродажи вместе со всей моей системой. Ссылка под этим видео, успей сделать это по очень выгодной цене. Эти курсы действительно меняют жизнь человека, они просто переворачивают твою жизнь, делят ее на до и после. Если хочешь все поменять, наконец-то исправить эту глобальную ошибку с женщинами, которые у тебя есть, потому что для тебя проблема потрогать, прикоснуться, познакомиться, что-то еще. Обязательно успей на распродажу, ссылка здесь под видео, увидимся там. Продолжение следует...